Так, доброе утречко, я проснулся наконец-то, как где это я? Так, в метро, а чё метро ещё не открыли что ли, я не понял? Не, ну ладно, я бомжую здесь, ночую, на лестниках у входа. Так нафига меня здесь закрывать-то? Так, это что у нас, ящики, карточка, нормально. Проездной, наверное, на метро надыбал. А чё никто не сидит? Да правильно здесь никого, нафигнет, кому здесь чё делать? Да здесь везде по карточке, я смотрю, лежит. Кто тут, блин, любой подошёл, взял, да пошёл куда хочешь. Ну ладно, пойдём прогуляемся. Сейчас, может, бомжей местных там, Василий чё, встречу. Ну там, наверное, опять с похмелья помирает. Блин, нифига себе, и гозяева халявная. Вообще обалденно всё, я смотрю. Так, ну понятненько, понятненько, ладно. Пойдём-ка сходим, посмотрим, чё у нас здесь. Так, а меня не со... Ооо, да я смотрю, метро-то, походу, на ремонтик закрыто, как-никак. Ясно, ясно, ясно всё. Так, а здесь у нас что? Карточка, опа, карточка подходит. Нормально, везде универсальная карточка. Я думаю, я по ней прямо могу в магазинах сразу расплачиваться. Не, ну а чё бы нет-то? Так, это у нас рычажок. Вы серьёзно, то есть? То есть у вас просто посреди станции, метро, стоит рычаг, который открывает, либо закрывает решётку. А если поезд будет ехать, я возьму, закрою. Ну вот этот, походу, здесь и ехал. Доездился, правда. Ну, пойдём. Так, надеюсь, меня здесь не закроют. Не хотелось бы, чтобы меня кто-то где-то закрывал, непонятно где. Что-то и нету никого. Где люди-то все? Понимаю, утро ранее. Ну, блин, пора бы уже на метро ездить. Вон, солнце встало, как говорится. Надо работать. Так, давай-ка здесь включим. Я так понимаю, здесь надо что-то включить. Нафига я отключил электричество? Зачем? Что мне это даёт? Может, дальше пройти сразу? Счастливого пути. Ну, ладно. Я так понимаю, это какое-то бюро находок. Что-то здесь находят, да и всё. И нормально всё тогда. Ну, пойдём-ка дальше у нас по метро. Ну, нифига себе здесь. Турбины какие-то... Да нафига вам турбины в метро? Мне так чисто поржать. Нифига. Я что, по воде ходить, что ли, умею? Вот это, да. Вот это хардкор. Вот это я понимаю. Так, а сюда бы мне как добраться бы? Опа, вот и добрался. В принципе, особо и не заморачивался. Так, давай открутим здесь. Обалдите, я давно реально умею по воде ходить или нет? Доски-то, главное, вниз падают. Оп. А я хожу и здесь. И нормально всё, мне не жалуюсь. Не чирикую, так сказать. Так, а можно ещё дальше пройти. Не, ну давай-ка я здесь наверх поднимусь. Чтоб наверх, так сказать. Так, и что у нас здесь? Светиличек стоит. Это вообще будет странное метро. Нафига в метро эти все строения? Я смотрю, с водой вообще не заморачиваюсь. Просто сливаете и всё, да? Ну ладно. Так, и что это? Мне сейчас здесь прыгнули. Нифига. Опа, давай. Отлично, допрыгнул. Хорошо-то как, а? Всё. Так, так, так. Ну пойдём, пойдём, пойдём дальше. Блин, на эту штуку я точно прыгать не буду. Я не хочу, чтобы из меня чебурить-то потом делали. Так, главное никуда не полететь. А это нафига мне? Что это за штука? Ну вот я её взял и... И что с ней делать? И зачем мне картинка с этой фигнёй? Всё, пора уходить что ли отсюда? Я что, этим открывать что ли двери буду? То есть у нас нынче метро так закрывается, я так понимаю. Не, ну дальше-то всё, я никуда не пройду уже. Либо умирать, либо выживать. Так, нафига я гозябу с собой... Надо выпить, да выбросить. Всё, и отлично. Так, ну эти, я так и думал, что я никак... Ладно, пойдём назад. Я так понимаю, что мне нужно было, то я забрал. Сейчас вернёмся в самое начало, да посмотрим, смогу ли я этим открыть или нет. Блин, прям как нить, я бегу бесшумный. Так, а здесь куда-то... Да надо было вот так вот сразу перепрыгнуть, да и всё, и вот, в принципе, с воды подняться можно. Так, давай вниз. Было бы забавно, если бы я в голову разбился. Так, давай, не придави здесь меня. Так, мы бежали, мы бежали и куда-то прибежали. Не, ну ключ, конечно, обалденный у меня. Мне кажется, такие же просто самому сделать, да и всё. Так, ну этот же как-то должен открываться. Нафига я там рычаг этот выключаю, включаю. Видимо, зачем-то же я это делаю. А здесь что, у вас вообще касса находится или что? Так, мне надо книгу найти. А, ну вот. Нифига себе. Да по-любому, Василич, опять, пока я спал, вот это всё начудил дело. Типа, ты ходи здесь, сам теперь ищи. Ну прям заморозился Василёчек, я смотрю. Так, книгу надо найти во втором. Вопрос в том, как мне вообще, в принципе, во второй зайти. Начнём с этого. И нафига я библиотека в метро? Не, ну ладно, там бюро находок, наверное. Что-то где-то как-то потеряли. А зайти-то мне как сюда? А, ну то есть, вон, ну что. Надо было включить и выключить. И то есть, сейчас мне надо здесь найти синюю книгу, которая является ключом. Да, это реально, это фиаско. Не то, не то. Блин, да я тут, я не знаю, тут же можно тысячу книг, я не знаю, поднимать. И всё не то будет. Подожди, а может быть там она какая-то особенная? Может быть что-то на ней написано всё-таки? Так, может кассу вскрыть заодно? А что, при деньгах буду похаву и чё-нибудь? Так, ну вообще всё не то. Все не те книги у нас. Ну ладно, сейчас все переберу, я думаю найду нужную мне. Мне кажется, она должна как-то выделяться. Аварийное открывание дверей? Серьёзно? Как-то не совсем похоже на аварийное открывание дверей, ну да ладно. Так, давай-ка скинем это всё дело здесь. Так, а это у нас чё? И куда идёт? Да вы чё, блин, издеваетесь что ли? А если бы я сейчас ходил бы здесь, 185 тысяч книг бы поднимал? Да блин. Обалдеть. Не, они серьёзно походу надо мной издеваются. Как же я её найду-то здесь, а? Мне кажется, она должна где-то выделяться, как-то по-особенному лежит. Вот там вот-вот-вот подъёмчик есть какой-то за чем-то. Мне кажется, неспроста, а он там есть. Значит, есть в этом какой-то смысл. И чё? Самую верхнюю что ли мне достать надо? Или что нужно-то от меня? Вон, походу, самая верхняя лежит. Давай-ка туда. Так, я надеюсь, что ты ключ. Хотя как книга может быть ключом? Да, действительно, я думал, синяя книжка нужна. Вот оно что. Так бы ходил бы сейчас все книги бы. Блин, не разбейся только. Нифига, как я бегаю, блин. Я ниндзя, паркур-мастер, блин. Так, пойдём-ка, пойдём-ка, приоткроем у нас. Опять назад бежать. Назад, вперёк, постоянно что-то бегаю. Нет, чтобы утра дождаться. Да как нормальный человек выйти со всеми, да и всё. Так, четвёртый ключ обычный должен быть. Ну, побежали дальше до четвёртого. Какие-то станции здесь меленькие, я смотрю. Ну, вот реально, смысл человеку просто проезжать 50 метров. Блин, пешком можно пройти, я не знаю. Всё-таки мне кажется, как-то так. Так, ну давай-давай. Надеюсь, водичка не под электричеством. Да нет, вроде не под электричеством. Нормально всё, турбины работают. Надеюсь, сейчас тут метро не поедет, меня не собьёт. Так, а здесь у нас что? Яблочки растут. Правильно, прямо в метро яблоки выращивали. Чем ещё здесь заниматься-то, конечно же. Или что тут? Томаты, наверное. Томаты, да, растут. Отлично, что? Не отходя от работы, в принципе, вот. Проехал 100 метров с одного конца в другой. Томатов поел, да назад поехал. Чё нет-то? Ну, чё-то нифига себе. Так, надо картину куда-нибудь выложить. Вот пусть здесь стоит. И пойдём по этой бровушке. Потихонечку, помаленечку. Блин. Опасности, однако. Так, не перелети только-то. Так, так, так. А если я вниз упаду, как мне потом подниматься оттуда? Мне кажется, я оттуда уже не вылезу. Меня только оттуда в мешке я уже максимум вынесут, и всё. А как-то не хотелось бы в мешочке-то. Плохая примета это, когда тебя в мешке вывозят, тем более мёртвого. Так, ладно. Василий, ты всё это натворил? Давай, сознавайся, развёкся здесь, пид. Ну, хавчики есть, нормально, хлебушки. Я тут чё, сейчас у тебя мутану на кухне. А где у тебя кухня-то вообще? Непонятно, где у тебя кухня. Вообще обалдел. То есть, я не понимаю, Василий, зачем ты постоянно это всё со мной делаешь? Почему я как-то вообще суда доберусь? Ты как на работу хочешь? Не, ну, серьёзно, как ты домой идёшь? По трубам ползаешь здесь? Не, ну ты ж офигеть, не встать, блин. Вставай, Василий, мне надоели твои фокусы. Выпусти меня на улицу. Я на работу опаздываю, между прочим. Хотя, какая работа, я же бомж безработный. Так, кабель тянется. Да вы чё, и опять издеваетесь надо мной, что ли, а? Ладно, понял, отстал. Недолго мне это так делать? Сейчас раз снарядов побольше себе наберу. Чтобы нормально всё было. Нифига себе. Так, ну снарядов у нас достаточно. Мне хватит, мне кажется, более чем достаточно. И на всё хватит. Для еды... Да блин, даже не кинул. Сразу по две сбиваю. Ну правильно. Десять лет баскетбола, ни одной тренировки не прошли даром. Почти все попадали уже. Ну я так понимаю, вот он, наверное, кабельёчек-то идёт. Просто в самую дальнюю попасть, и всё, и там всё заработает сразу же. Давай, открывайся. Во, шикарненько. Василич, когда ты это всё только строить успеваешь? Если бы это синий ключ, ну ладно. Давай, Василич, спи. Я не знаю, как ты добираться отсюда будешь. Мне вообще кажется, что когда я вчера от тебя выходил, здесь такого не было. Может, ночью что произошло? А ты что, опять напился? Лёг, смотри, ничего не слышал. У тебя тут, я не знаю, земля из-под ног пропала. Так, я назад-то пройду. И вот и как сейчас? Мне кажется, я упаду нафиг. И всё, и фиаско будет. Конец, так сказать. Я прям реально боюсь отсюда куда-то прыгать. Так, аккуратненько. Аккуратненько просто вниз падаем. Так, а может отсюда запрыгнуть? Блин, а если я перепрыгну или не допрыгну? Блин, я что-то очкую как-то. А с доски? Давай с доски, наверное, лучше. Она хоть и пониже, но вот как-то поровнее. Всё, оп. Отлично. Так, давай, наверное, вот так прям еле-еле. А то я высоты боюсь, блин. Тут такая фигня происходит. Так, давай, всё, ладно, побежали отсюда. Мы бежали, мы бежали. И куда-то прибежали. Так, ну всё, наконец-то на волю выберусь. Там хоть Карифанов, Петровича, Сидоровича, всех встречу. С ними нормально всё. Они меня там заждались уже, наверное. Может, на работу куда устроюсь, наконец-то? Вообще странный, конечно, метрополитен здесь у вас. Так, ну давай-ка откроем. Так, и что это? То есть, я так понимаю, это комната охраны, где куча камер наблюдений, которые нифига не работают. И сейчас, я так понимаю, позвонит кто-то. А ведь какие-то надписи перед глазами. Да я на волю собирался. Чего вы мне здесь? Мультики какие-то показывать начали. Ладно, всё, спокойной ночи всем. Скоро увидимся. И колокольчик не забудьте нажимать. Да подписываться. Дела и понятия не имеют. Кому я говорю, о чём говорю. Куда подписываться? Ну, как-то так вот оно. Давайте. Всё. Поделитесь. Так, ну и чё сидим? Кого ждём? Всё за вас, что ли, делать? Так, жмём теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмём на колокольчик. И жмём сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёгкий Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет ещё больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это всё, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда нажать на лайки, чтобы Лёха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думал, что это всё, что я от тебя просто вот так ты возьмёшь и отделаешься? Пиши в комментах. Лёха, как же ты уже залез в моё сердце со своими просьбами всё-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший. Ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть моё самое новое видео. Справа, снизу посмотреть самое подходящее. Ютуб думает, что это видео специально для тебя. Снизу, слева, я не знаю. Там, наверное, фигня какая-то. А сверху, слева, если нажмёшь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой. А ты всегда со мной. Всё. Всем пока. С вами был я, Лёха Смиртник.